Здравствуйте! С вами, как всегда, в это время студенческие новости Академии Матусовского. Я Дмитрий Забара и сейчас об основных темах этой недели. Проверяются практически все навыки. Говорение, аудирование. Все 35 лет я слежу за их творчеством, бываю на всех их отчетных концертах. Мне очень все понравилось. Получаю огромное удовольствие. Огромное спасибо вашему коллективу, отдельное спасибо вашему руководителю. Студенты со всей республики прошли испытания на межвузовских олимпиадах по английскому языку и менеджменту. На базе Академии Матусовского эти турниры проходят уже в третий раз. Какие задания ожидали студентов и кто стал победителем? Подробности у Ангелины Коноваловой. Республиканские олимпиады по менеджменту и по английскому языку проходят на базе нашей Академии уже не впервые. Так что и традиции появились. Общее фото у памятника Матусовскому. И атмосфера установилась искренняя и дружеская. В этот раз первыми сошлись менеджеры. Студенты третьих и четвертых курсов. Приехали изо всех вузов Луганской Народной Республики, чтобы продемонстрировать профессиональные знания и умения, а также проявить творческие способности. Менеджмент – тоже искусство. Всего в олимпиаде приняло участие 31 студент из пяти учебных заведений. Само состязание включало два этапа. Первый – компьютерное тестирование. Второй этап – решение практических ситуаций, проходившие в форме деловой игры. Студенты третьего и четвертого курса имеют уже определенные практические навыки в ходе прохождения практики и имеют определенный багаж теоретических знаний, которые они сегодня должны показать, для того, чтобы мы смогли оценить их знания, посредством которых они смогут потом принести большой вклад в развитие нашей молодой республики. Участникам олимпиады не пришлось долго ждать результатов. Их огласили спустя пару часов. Первые места заняли Ангелина Гайчук, студентка третьего курса Донбасского государственного технического университета, и Роговая Дарина, студентка четвертого курса Руганского государственного университета имени Тараса Шученко. Сертификаты получили все участники олимпиады. Кроме того, отдельно члены жюри отметили студентов грамотами за креативную идею решения практических задач и за глубокие знания теории менеджмента. В республиканской олимпиаде по английскому языку участвовали только студенты не языковых специальностей. 18 человек из 6 вузов. Олимпиада состояла из трех туров. Первый – лексико-грамматический тест. Второй тур – аудирование с визуальной основой. И третий – беседа на одну из актуальных тем. Знание иностранного языка, английского языка в частности, при отличном владении своей специальности, является очень важным и необходимым плюсом на рынке труда в современном обществе. Участники справлялись с одним заданием и сразу брали за следующее. Атмосфера была конкурентной, ведь каждому хотелось победить. Проверяются практически все навыки. Говорение, аудирование, навыки письма. Разумеется, студентам вузов непрофильных, не языковых не предъявляются какие-то жестокие требования. Им не нужны глубокие знания грамматики, скажем, или идеальное произношение. Просто этого не может быть. Поэтому проверяются базовые навыки всевозможные в освоении английского языка. Подводя итоги, жюри была единодушна. Третье место досталось студентке первого курса Дон ГТУ Наде Хамдан. Второе место разделили первокурсница университета имени Шевченко Анастасия Дубченко и Светлана Бабенко, студентка четвертого курса университета имени Даля. А первое место в этот раз решили не присуждать. Всех участников поздравляем с победой и желаем творческих достижений в дальнейшем. В Академии Матусовского прошел третий открытый фестиваль камерной фортепианной музыки в честь известного пианиста, дирижера и музыкального деятеля Александра Зелотье, чье исполнение покорило членов жюри. Смотрите в моем материале. Церемония открытия фестиваля была по сути прекрасным концертом. Академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии под управлением Александра Щурова и солисты, студентки класса Ирина Яненко, Дарья Фарсикова и Алена Балковая исполнили произведения Чайковского и Прокофьева. Вы знаете, конкурс это для нас праздник музыки всегда. Мы проводим не один конкурс в год, а порядка 4-5. И это один из таких знаковых, из таких масштабных конкурсов, потому что конкурс фортепианной музыки это всегда праздник. В третьем фестивале имени Александра Зелоти приняли участие более 70 конкурсантов из разных городов Луганской и Донецкой Народных Республик. Иван Шендерев о фестивале узнал от своих преподавателей и решил, хочет, чтобы его талант оценили ведущие преподаватели и профессора академии. В том году были на фестивале «Белый рояль», все о нем знают и об этом. И мои преподаватели участвовали еще в фестивале «Зелоти» до этого, когда он проводился, и поэтому мы знаем о нем. В жюри фестиваля работали ведущие преподаватели Академии Матусовского. Профессор Ирина Яненко, заслуженная артистка Украины профессор Людмила Колесникова, старший преподаватель кафедры фортепиано Ирина Михаленко. Именно эти люди рассматривали талант в каждом из участников. Ухо мастера, оно уже, конечно же, слышит музыкальный, насколько музыкальный человек, насколько он харизматичен за роялем, потому что все равно эта творческая личность, она должна проявить себя в звуках, вот раствориться в звуках. Насколько человек может проникнуть в эту музыку, понимаете, раствориться в ней, вот слиться с иными сферами, настолько вот техника тогда не имеет препятствий. Что чувствует исполнитель, когда играет произведение великих композиторов? Своими эмоциями делится один из участников фестиваля Андрей Гайворонский. Волнение – это всегда, это неотъемлемая, наверное, часть исполнения, и о чем я думал. Ну, я пытался думать о стиле, который писал композитор, о самом композиторе, и, конечно, о музыкальном произведении. Фестиваль памяти Зелоти включал четыре номинации – сольное исполнение, фортепианный ансамбль, концертмейстерский класс и камерный ансамбль. Лучшие исполнители были отмечены дипломами и украсили церемонию закрытия фестиваля своими выступлениями. Культурологическая акция «Территория талантов» вновь отправилась на поиски молодых дарований. В этот раз студенты и преподаватели провели мастер-классы в Равеньках. Чем удивил город, расскажет Сергей Селедец. В Равеньках огромное количество увлеченных творчеством ребят. Но в этом нет ничего удивительного. Преподаватели Академии Матусовского, которые в рамках акции проехались по многим городам республики, уже убедились. Вся она, без преувеличения, территория талантов. Была такая девочка и в Свердловске, которая очень с такими хорошими яркими данными. Я ее пригласила, приезжай ко мне, мы будем заниматься. Удивительно то, что практически все, кто участвует в мастер-классах, не замечают того, как пролетают два отведенных на них часа. К Веронике Кабановой, например, с вопросами и за советами в очередь вставали педагоги. Прилежно и старательно выполняли все рекомендации. За два часа можно успеть многое. Во-первых, можно прослушать всех желающих, которые хотят заниматься академическим вокалом. Можно распеть, можно попросить, чтобы что-то исполнили, какие-то свои произведения. Полный класс ребят с гитарами. Для Андрея Бурденко в этом тоже нет ничего удивительного. Конечно, не просто, что у всех разный уровень подготовки, но есть два часа, чтобы уделить время каждому. Есть дети, которые уже играют на гитаре, то проконсультировать их в плане постановки, посадки, каких-то приемов звукоизвлечения. С ребятами, которые учатся в музыкальной школе, разобрались в нюансах и профессиональных секретах. А те, кто впервые взял гитару в руки, тоже не скучали. Пробовали аккорды, хотя бы азы так чуть-чуть. Почувствовали струны, гитару, звук услышали. Как мы сдающие. Стало получаться. Да, немножко так стало получаться. Учиться, конечно, надо. Два часа активного танца для людей без подготовки – это настоящее испытание. Но на мастер-классе у преподавателей Академии Матусовского Ольги Решетняк и Романа Калядова народ тренированный. Они заучивают комбинации и связки, повторяя их снова и снова. И танцуют. Два часа кинопроб тоже пролетели незаметно. Мастер-класс проводила преподаватель кафедры кино-телеискусства Валентина Курчина и ее студенты. Участники мастер-класса предложили оригинальное название импровизационного ток-шоу «Думаю, в Ровеньках». Самые смелые успели попробовать себя во многих ролях, как телеведущий, герой ток-шоу и журналист. Многие убедились в том, что блистать на экране не так уж и просто. Ну, конечно, было немного волнения, потому что первый раз, но это вполне хорошо. Мне очень все понравилось. Получил огромное удовольствие. Огромное спасибо вашему коллективу. Отдельное спасибо вашему руководителю. Вы просто очень интересно слушать. Мы вас ждем еще раз. Приезжайте. Большое спасибо. А вот Екатерина Шлинчак в кадре себя попробовать не успела. Но на протяжении всего мастер-класса внимательно наблюдала за всем происходящим. Девушку больше всего заинтересовала режиссура. По итогу мастер-класса даже возникли мысли о создании телепередачи в будущем. Думаю, больше не люди, которые уже сформировавшись со своим мнением, а больше мнение подростков, которые сейчас интересуют. Мне, думаю, было бы интересно узнавать их мнение, их позиции, стремления, их цели. И все, кто познакомился на территории талантов, всегда с удовольствием продолжают общение на концерте творческих коллективов Академии Матусовского. Правда, оценивают каждое выступление теперь совсем по-другому, поскольку теперь точно знают, сколько труда вложено в этот праздник. Яркий и самобытный народный ансамбль песни и танца «Луганские узоры» отметил свое 35-летие. Воспитанники этого уникального коллектива – победители многих международных конкурсов и фестивалей. На юбилейном концерте «Узоры» показали два десятка новых мощных номеров. С участниками народного ансамбля и основателями коллектива пообщалась и наша съемочная группа. На сцене студенты колледжа и Академии Матусовского – артисты народного ансамбля «Луганские узоры». Их знают не только жители Луганщины, но и за границей. Сейчас в копилке коллектива участие и победы во многих региональных и международных конкурсах. Из ближайших, в которых участвовала вокальная группа, это в Краснодаре конкурс на базе кубанского казачьего хора. А хореографическая группа в предыдущий раз, у нас был 2013 год, это конкурс имени Мирослава Ван Тухова Львове. К своему 35-летию «Луганские узоры» подготовили уникальную концертную программу «Песня над Луганью». В ней традиционно для коллектива русские, украинские и казачьи мотивы. Не каждый так любит и досконально знает фольклор, как эти артисты. В этом участники коллектива видят основную заслугу своих преподавателей. Каждый преподаватель очень старается и вкладывает именно душу и любовь. Мы не можем не отвечать им своей любовью, своей благодарностью. Свой творческий путь ансамбль «Луганские узоры» ведет с 1982 года. Создание этого коллектива – результат трудом многих преподавателей. У истоков стояли Владимир Петраченко, Виталий Шепелев и Любовь Полеха. Сейчас коллективом руководит Антон Бурунджу, а помогает ему Алексей Князев и Тамара Латышева. Очень хорошо, что пришла работать молодежь. Интересный вот такой настрой хороший. Я очень рада, что столько лет проработал в коллективе, около 30 лет. До сих пор это вот нота мое. Прикипела душой. Чем могу, помогаю. Изначально русские узоры начинали как ансамбль лошкарей. Позже к нему присоединилась танцевальная и хоровая группа. Коллектив и по сей день продолжает развиваться, думая о своем будущем. Теперь у луганских узоров есть собственный детский театр песни. Детский театр песни «Луганские узоры» был создан полноценно в 2016 году, в начале учебного года. Мы набрали 18 человек, младшую и старшую группы. Полноценно с ними занимались, отобрали лучших. И эти лучшие сегодня будут представлены в нашей программе. На праздничном концерте прозвучали разные песни. Радостные, ликующие народные мотивы сменялись скорбными. Все как в жизни. Директор республиканского ДК Татьяна Литман помнит луганские узоры с момента его создания. Она говорит, коллектив с каждым годом все краше. Практически на моих глазах этот коллектив создавался. И все 35 лет я слежу за их творчеством. Бываю на всех их отчетных концертах. Знакома и в прекрасных отношениях со всеми руководителями. Знаю не только их творчество, знаю студентов. Я сегодня очень рада тому, что я получила истинное удовольствие. Я поняла, что планка не опускается, наоборот повышается. Что молодежь наша прекрасная, творческая и наделена таким мажорным и таким каким-то взрывным характером. Потому что то, что было на сцене, это был взрыв. Взрыв мозга, взрыв эмоций. И эти эмоции испытывал в этот вечер весь зал. Вот такие интересные события происходят в стенах Академии Матусовского. Дальше будет еще интересней. А я, Дмитрий Забара, прощаюсь с вами и желаю вам плодотворной недели и всегда улыбаться. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин